у них тоже типа этого что-то и у них есть как бы вот защита где можно там коммуницировать разным людям официально но у них просто как вот например я могу и ходить и вещать сама от себя у них такого нельзя но у них нужно должен быть обязательно какое-то общество вот у них все по обществу у них там в кении до в италии в америке и в кении у них у каждого есть это общество с которыми я тоже коммуницирую там провожу какие-то семинары ретриты у них тоже это вот есть но пока только онлайн у них это все можно и у них до того что у них официально у нас сейчас разъединили немножечко как бы ютубы то есть то что мы у себя в россии видим они у себя там им сложно найти у себя эти ролики и наоборот если раньше можно было спокойно забить там жизнь без еды то тебе вываливало столько роликов где например за рубежом много людей их снимают их официальный исследование официально находится на определенных учетах у людей это считается как бы норма где например люди живут на воде только на воде например 6 лет 12 лет это норма когда рыбе там приходит ему на такой минифильм не был когда спрашивают родственников ну как у него тут сначала было необычно теперь привыкли мы все садимся за за обеденный стол там пусть и разговариваем просто он пьет стакан выпьет стакан воды в это время все и так вот на протяжении там девяти лет кто-то там шести лет это у них все официально и к ним не докапываются а у нас же это сейчас очень разбуто почему-то вот тема анорексия очень разбуто она вообще к ней не имеет никакого отношения анорексия она вообще закладывается не у самого человека она закладывается у мамы которая которая ходит беременная в дефицитарном состоянии и это передается ребенку который начинает потом себя вот так вот вести как который приходит приводит к определенному заболеванию неважно же какое-то заболевание рак анорексия сердце болит это это все это все просто результат чего-либо раскроет понятие что значит мама беременна ходит старым состоянием я даже эфир есть такой рпп дал называется я там прям очень хорошо раскрыла чтобы там нет рпп на расстройство пищевого повреждения есть выхода у меня просто у дочери старший рпп сейчас конечно даже эти американские книжки они вообще там может быть из-за этого из-за этого из-за а еще может быть из-за этого вообще из-за чего угодно это может быть живет одно и то же как оно выражается в данном случае например она может кушать день по кашке какой-нибудь магазина кипятком заваривается ей кажется что у нее там очень большие леды и она всю неделю так пытается бабушек чтобы наверное не расстраивать я там все сметает потому что не хватает же естественно и вот психологические качели значит тут я ем тут не ем теперь два пальца в рот тут я себе бедра режу лезвение потом я это все вижу да уже какой мне психолог позвонит знаете вот ваш ребенок обратился в центр за поддержка это очень круто что она сама пришла за эту помощь и меня начинает искрить психолог для нее и для меня может ее в Светлане но это вам нужно сама закрепить нет я вообще предложить ему ну как бы а сколько или 15 вот исполнилось в июне а началось у нее это полгода назад она молча все это делала пока это вот не стало пока у нее не начали она пила еще эти таблетки беды к садил которые самые дешевые ослабительные и они очень хорошо вымывает все это дефицит создает микроэлементов минералов когда волосы с ногтями начали выпадать ломаться она уже такая мама почему я такая слабовольная я уже испугалась что там что-то произошло с ним тут ее обидел может быть ну а просто спроси зачем тебе воля что такое воля даже не про это она просто в другую сторону смотрит ну да в какую-то сторону а ты не можешь ей рассказать что ты начинаешь перетягивать одеяло на себя состояние важности что как это я так я плохая мама да да у меня вот это вот волосы на голове рву и я понимаю что психолог нужен и мне и ей разные психологи вас выведут на поверхность который тебя-то не вскроет я понимаю что мне нужно тупить самой да не обязательно собой у нас все знаете у нас сейчас просто очень четко поделилась что если ты типа такой сильный тебе никто не нужен ты сам пойдешь туда а эти все они там тебя куда-нибудь и ведут им только там что что-то от тебя нужно а по факту мы же мы в этой плотности мы не созданы быть одними мы созданы быть как минимум чтобы нас было нам нужно расширяться через кого-то обязательно только так взаимодействие может быть и когда ты понимаешь что ты это не вывозишь по каким-то причинам это клёво что ты понимаешь и тогда ты идешь к другому и это тоже хорошо то что там твой путь ты его все равно одна пройдешь после тебя кто-то направит с той грани которую ты не видишь и это здорово а как вот этот момент цвета что вы говорите что человек создан не супер-пупер индивидуальным для как вот это коррелируется с автономностью мне кажется как раз это нужно не так хорошо да нет это когда ты знаешь что не то что мне никто не нужен мне так хорошо тебе всегда хорошо вот мне сейчас мы сидим вот мне клёво с вами если я сейчас я дома одна мне тоже будет клёво а вам будет клёво то что мне клёво а если я вам сделаю так что вам будет клёво то вы еще захотите пойти, потому что вам будет... И мы вот это вот состояние наполненности будем передавать друг через друга, он будет как снежный ком накапливаться. Это не потому, что ты сидишь и думаешь, блин, так скучно. Это не про скуку. Это когда ты цельный, когда ты встречаешься, ты цельный и другой цельный. Вы начинаете обмен вот этой целостностью. Вы не начинаете заполнять пустые углы друг друга чем-то, не своим. Вы не пытаетесь у партнера взять то, что у тебя есть пустота. Ты его не обделяешь. Ты ему даешь из изобилия. Ты его любишь из изобилия, потому что тебе клево его любить. Автономность это про это? Автономность это про это? То есть можно даже не быть кранаедом и быть крана автономным? Да, конечно. И тогда я на путь. Не дай, что тебя кто-то осчастливит. А тебе уже самой собой уже как бы клево. Да, когда тебе партнер говорит, что для тебя сделать, а ты говоришь, для меня сделай, пожалуйста, чтобы ты был счастлив. Он говорит, клево. Я для тебя это сделаю, чтобы я был счастлив, чтобы ты был счастлив от того, что я счастлив. И вот такая цепочка, она бесконечная. Она спрашивает, что для тебя сделать, чтобы было счастлива. Смотри, с мёрными глазами. Человек, он же часто сублимирует, ну как бы едой он, можно сказать, компенсирует, да, некую внутреннюю охватку вот этого состояния счастья. Так у нас же очень сложно из нашей жизни убрать еды. Что такое еда? Это 90% нашей жизни. Готов ты из своей жизни убрать 90% своей жизни. Это же просто вот всё переформатировать. А тут не заменить. Вот это, кстати, самое опасное, что вас приведёт вне туда. Когда вы начинаете одно заменять другим. Не заменять. Когда ты начинаешь, ну, образно говоря, когда ты начинаешь из отношений выходить, чтобы заменить человека, ты найдёшь замену точно такого же человека. А когда ты идёшь в раскрытие себя, ты находишь такие же огромные ворота от другого. И это про другое. Вот когда ты пытаешься еду заменить, это у тебя получается искусное. То есть я не буду... Это наматывание сухих часов, да. Я не буду сегодня есть, я займусь вот этим мотивом, чтобы не вспоминать про еду. Я не буду сегодня спать, я себе вот это вот запланирую, чтобы не захотеть спать. А тут нужно про другое. Я иду заниматься этим, потому что это круто. Я могу сидеть в ресторане, но мне не захочется есть, потому что это неинтересно. Вот про это. Когда это не ты, не заменяешь, и ты можешь это делать, но ты не хочешь. Это мы же все умеем ползать, да, вот самый элементарный пример. Все умеем ползать. Мы начинали вообще свой путь с ползания. Ты сейчас можешь ползать, но ты до работы там, или до магазина, всё-таки тебе приятнее идти, не ползай, да. Но ты же можешь это делать. Точно так же я тоже могу есть и пить, но мне это неинтересно, поэтому зачем мне делать то, что мне неинтересно. Это уже про другое. Это не про замену. Ну вот эти интересы, они раскрываются в этом состоянии? Появляется какой-то новый вкус, интересы, то, чем ты начинаешь, как ты начинаешь проявляться. Ну, это можно назвать интересом, но это не из этой плотности интересы. То есть это уже не интерес там заработать на какой-то крутой дом, на какую-то клёвую машину, там ещё на что-то. А когда ты идёшь на интерес самого себя, а что я ещё могу, а что я ещё не видел, а как я могу собрать все свои миры в единое, в единого себя. То есть мы живём на сегодняшний день, у нас пространство, оно единое. То есть нет вот это пространство, это плотности разные. И когда вы начинаете видеть, что вы живёте в нескольких мирах единовременно, вот бывает у вас такое, дежавю, там ещё что-то, думаешь, откуда ты это всё знаешь? Вот это я вроде бы уже проходил. Ты просто живёшь единоразовым в нескольких мирах, так скажем. И когда ты это на определённом этапе, ты начинаешь это видеть. Вот я сейчас вижу, как я живу в нескольких мирах единовременно. Потом ты начинаешь себя собирать. Что такое, когда ты говоришь, что ты строишь свою реальность? Это не когда там я захотел машину, она у меня там появилась, я захотел там вот такие-то там, не знаю, там серёжки, часы, мужчину, женщину, там всё, она у меня появилась. Это не про это. Это когда ты начинаешь строить свою реальность, когда ты со всех плотностей собираешься, и ты уже строишь свою реальность, то есть ты уже идёшь на другой уровень. Вот это вот всё, машина, квартира, Но это ещё раньше становится Ты этим пользуешься, потому что ты живёшь в этом социуме А потом, когда ты себя собираешь со всех миров Ты можешь этим не пользоваться Тебе не нужна машина, чтобы тебе передвигаться Тебе не нужна одежда, чтобы тебя кто-то видел одетым Ты можешь жить в том обществе, где нормально быть таким, какой ты есть вообще изначально Что-то на себя надевать не обязательно Что-то кому-то рассказывать через рот не обязательно Чтобы где-то быть, не обязательно добраться на чём-то Ты уже там, где ты хочешь Ты просто пересобираешься в том месте, где ты хочешь быть Ты общаешься с теми, с кем ты хочешь Ведь неважно, умер человек или нет Это в нашем восприятии умер Он что, на какую-то другую планету улетает? Где этот перевозчик? Никто его не видит Но вот он не с нами А где он? То, что ты его не видишь, это только ты такой В духовном мире он А мир-то духовный, он же в этом же пространстве Ты-то тоже духовная Мы просто невидимы Как бы говорят, у нас духовное око развивается У нас всё развито Просто ты Смотрите, у нас же ничего У нас вообще ничего не нужно развивать У нас нужно просто понять, что это всё существует Почему мы, например, не можем проходить Некоторые говорят, я не могу проходить сквозь стены Каждый из вас в день проходит не раз сквозь стену Но мозг это блокирует Если он это разблокирует То ему придётся это вам как-то, чтобы вы Если мозг это поймёт То скажет, что нифига себе, а что я ещё могу И тогда мозг, который не наш Вы им не будете пользоваться Это вообще коробочка SOS Который нужен на определённых моментах очень редко Потому что что такое мозг? Это вы начинаете интерпретировать то Чтобы уйти из жизни Из жизни Builders Когда вы начинаете жить жизнь, вам мозг не нужен Потому что когда вы начинаете думать о чём-то Вы сразу же откидываетесь либо в прошлое, чтобы подумать Всегда думание – это всегда в прошлом Вы не можете в настоящем подумать В настоящем вы можете только ощутить, прочувствовать Чувствовать через ощущения Мозг там вообще не работает И когда вы научаетесь жить жизнь, вы начинаете чувствовать Через ощущения И тогда вам не нужно интерпретировать, а что будет Как только вы интерпретируете, что будет через мозг Вы либо в прошлом, которого уже не существует И вы несчастливы, потому что вы в прошлом Либо вы в будущем, которого еще не наступило И вы опять в состоянии непринятия себя Потому что всегда будет не так, как вы планировали Всегда будет не так Либо хуже, либо лучше, либо еще Но всегда будет не так, как вы планировали Потому что не может быть так, как вы планировали Потому что вы не жили тогда, когда должен состояться результат Ведь то, что это же всегда результат чего-то Мы каждый раз проживаем результат чего-то Результат это всего лишь то, что было еще секунду назад А если секунду назад вас не было в себе То и ваш результат будет всегда такой, какой получился порадуетесь вы этому или нет это уже другой вопрос но это не вы создали это у вас просто так получилось что вы не можете понять а как это было то есть если я осознаюсь в моменте живу через это ощущение то я сама создаю свой будущий результат тебе не надо будущего а зачем оно нужно когда ты осознаешься тебе не нужно уже завтра нет, ты понятно, ты говоришь завтра давай я вот это сделаю то есть какие-то элементарные вещи ты это делаешь но ты их делаешь но будут они или не будут тебе уже не принципиально и у тебя нет уже целей нет такого что я вот эту цель добьюсь я дойду у тебя есть просто приоритетность мне будет приятнее и комфортнее существовать дальше в этой плотности в этом теле если будет вот это, это, это и ты просто делаешь в моменте всегда то что ты же создаешь то что тебе будет приятнее тогда уже и состояние чувствования а когда ты создаешь состояние чувствования то есть ты ее как получается это состояние до мысли ты получается вот здесь сказал мне там через месяц через два месяца мне будет приятно находиться на Бали вот я вот там вот поняла что мне будет приятнее и я там не живу то есть я не делаю ой а что же мне купить а какие купальники а куда мне поехать а как это то есть я не перекупитуриваю это я в моменте это то есть в моменте раз пришла увидела купальню и думаю о а я бы на Бали в этом походила раз в моменте оно сформулировалось туда в моменте там раз там ой виллу какую-то предлагает или человек какой-то говорит а я вам там ретрит организую это все в моменте тогда начинает происходить потому что ты туда запустила и ты там не живешь когда ты там живешь что ты хочешь то ты здесь сформировать не можешь тогда ты живешь только тем чего не существует и ты живешь в таком состоянии вдруг не получится вдруг это а когда ты запустила туда вот это вот и пришла обратно здесь и сейчас то ты с кайфом формируешь каждый момент своего бытия чтобы осуществить это Если это не осуществится, ты будешь понимать, что это клево, значит, что не осуществилось Потому что ты знаешь, что вот в этом моменте ты прожила все то, что ты должна была прожить Значит, осуществится еще что-то лучше, что-то больше, что-то еще То есть моментально как бы отпускаешь, да? Ну, закладываешь и прям сразу же отпускаешь Да, да Ну, конечно, наверное, какая-то благодарность за все, что происходит и приходит А благодарность это, чтобы было понятно, ты вообще живешь самим благом Но это не благодарность, ты не благодаришь за что-то Когда ты благодаришь за что-то, кого ты благодаришь? Когда ты кого-то благодаришь, ты всегда разъединен с тем, что приносит тебе благость Значит, ты не являешься этой благостью А когда тебе некого благодарить, ты и есть благость Ну, понятно, там тебе что-то какое-то приятное сделано, подарок Ты поблагодаришь, но по факту ты и есть самоблагость Когда ты есть самоблагость, ты ее просто начинаешь, чтобы в тебе она не затухла, ты ее начинаешь раздавать с огромным удовольствием, свою благость. И тогда она у тебя новая и новая, начинает более плотно эта благость сформировать тебя, как саму благость. Полем становишься, да, как бы этим получается. Такая чистота, ну, то есть выход на уже такую достаточно высокую чистоту и, ну, по сути, соединение, да, вот с тем, что говорят, там, лох, да. Да, это и есть это. Дух. Вообще вот это вот триединство, которое, которое у нас любят по-всякому интерпретировать, по факту это триединство, это сама вот эта вот плотность есть, само пространство есть. Это высота, ширина и глубина, это есть плотность, это есть триединство. Когда она объединяется, высота, ширина и глубина, это становится единым пространством, ты становишься им. Это триединство. Это просто понятия какие-то, или в других плотностях это какие-то другие триединства, или это просто принцип? А это все такое, а как ты еще можешь померить, кроме высоты и глубины, ширины? Ну, мы же и так вроде как все понимаем, что мы живем в глубине, в ширине и в высоте, нет? Это и есть 3D измерения. Ну, это 3D, наверное, я не понимаю этих состояний, что такое 3D. Ты просто начинаешь видеть следующий, следующий, следующий уровень. Как вот 3D, 5D, там еще что-то. Не, ну мы все живем как бы вот. Мы все живем же в трехмерном измерении. Мы все живем в нескольких измерениях. Осознаем мы это или нет, это уже другой вопрос. Вот как. А как меняется вот это осознание? Оно расширяется, понятно, да? А ты просто начинаешь его видеть по-другому, по-другому, по-другому и все. Ты уходишь в эту ширину, глубину и высоту. Ты становишься вот этим. Шириной, глубиной и высотой. Соответственно, наверное, надо. И все, ты становишься всем, и тебе как бы, от тебя невозможно что-то скрыть. Ну, потому что, как бы, ты же не можешь от себя себя скрыть. И все вот это, каждый момент он становится, он становится оголенный. Ты это все видишь. Насколько хорошо просматриваются, вот, например, люди? Просматриваются, какой он есть, какой он есть, ты сразу же ее видишь. Не всегда ты это человеку будешь говорить. Вот я, например, с кем-нибудь разговариваю, я вижу, например, человек врет. Не потому что он врун, а потому что у него другое сознание. Он думает, что это правда. Я понимаю, что для него на данный момент это действительно правда, это его правда. Если я ему скажу, что я вижу, что если он посмотрит на эту правду, вот такой вот, развернет ее, то у него будут другие процессы, от которых он будет больше кайфовать. Но некоторые не готовы это увидеть, и когда он не готов это увидеть, у него идет отрицание. И он к этой своей правде будет идти еще долго, потому что ему нужно сначала побороться с отрицанием, которое я ему сказала. Поэтому я не чаще всего молчу. Я только на ретритах, на встречах подговорю, а так... Это раскрывать людей. Да, на консультациях, а так я никогда не... А приходит какая-то информация вот именно относительно какого-то человека? Ну вот просто вот она вот пришла тебе, помимо твоего, например, желания этого человека? Если этот человек должен появиться в моем мире, то она приходит, да. И иногда это бывает, ну, такое, что ему надо, например, там, сказать, да? Бывает такое, получается, передать какого-нибудь? Да, да, я говорю. Вот я тебя увидела за два дня, да, до того, как тебя увидела. Встреча, хорошо. Да. Вот эту встречу? А? Нет, пару дней назад. А есть тоже какой-то, получается, вот, что этот поток идет информации? Это же, ну, не просто, да, все это, вот, это видеть, все... Нет, ты на каком-то этапе научаешься отключаться. Потому что это невозможно. Могу подключиться, да, к этому? Могу подключиться, к этому? Да, да, а можешь просто в себя. То есть ты не отключаешься, а уходишь в себя. Или вот расширяешься. Возможно, астрагируется. Да, потому что у меня был этап, когда, ну, вот, многие, наверное, проходили такой этап, когда ты начинаешь запахи слышать более четкие, ты начинаешь вибрации ощущать, и начинаешь звуки слышать вообще другие, как бы, как я их называю, подзвуки. И на каком-то периоде тебе кажется, о, я вообще бог, я все вижу, все знаю, я вообще, мне еще ничего не надо, я знаю там, что ты там поел, с чем позавтракал, и все. Но этот, опять же, твой звоночек, когда ты учись этим. Когда мы не идем в это учение, то психологически с этим справиться очень сложно. Это когда я была на каком-то своем очередном этапе без еды, ладно, со мной рядом в тот момент оказался знакомый, который знает мой образ жизни, и дом недалеко был. И я вот в этом состоянии, сначала это мне было кайфом, потом чувствую, что меня это напрягает. И в определенный момент, я стою, я помню, как сейчас стою, вот этот вот магнит-косметик, вот с этими зеркальными, как они называются-то? Витражи. Витражи, да. И где-то на соседней улице или еще где-то идет кошка, я чувствую, что идет как слон. Едет машина, а это вибрация. Я понимаю, что вибрации у меня начинают трясти. Проходит мужчина там, а я слышу, на каком масле он утром жарил яичницу, каким порошком он помылся. Там кто-то проходит, разговаривает сам с собой, а я слышу эти мысли, так ды-ды-ды-ды-ды. И я понимаю, что я физически, я везде все это слышу, вижу, и собраться не могу, и физически я не могу стоять. То есть я даже если возьмусь за опору, а внутри вот все, и ты не можешь себя собрать, ты не можешь стоять даже. Не том, что что-то видишь, что-то слышишь, потому что вот это ты собраться не можешь. И это очень такое достаточно страшное состояние, и если бы его не было рядом, я бы просто свалилась, потому что я не могла их просто, вот этот вестибулярный аппарат полностью был потерян. Приехала бы какая-нибудь там скорая, довезла бы в психушку, это однозначно. И он меня просто на руках донес до дома, и в течение нескольких часов по глоточку отпаял сначала водой, а потом я вышла на еду, чтобы это все себе показать, как с этим дальше жить. А когда это было временно? Ну, в таком уже долгом ездении было, да? Четыре месяца. Четыре месяца назад? Нет, четыре месяца тогда было, да, потом я вышла. Ну, полстольца, три года назад. То есть нужно было вернуть на землю вот это время. Нужно было понять, как с этими, это базовые настройки каждого человека. Нужно понять, как с этими базовыми настройками существовать, потому что мы же привыкли, что мы не слышим, о чем думает другой. Мы привыкли, что мы не слышим вибрации. Мы привыкли, что мы, там, ну как кошка, она же самая мягкая животная. Ну, не все, конечно, бывают такие кошки, что там идет, и за ней все летит. Но, тем не менее, а когда ты это понимаешь, что это, это и есть твой мир, но ты не можешь от него, от него не нужно закрываться, просто уходишь в себя, и тогда ты это не чувствуешь. Когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то прочувствовать, вот на ретритах, первый день у нас вообще происходит знакомство. Все думают, что это по болтушке. У меня вообще здесь ретрит, все думают, что это по болтушке. Но когда их начинают накрывать, они думают, блядь, ну вроде же ничего не говорили такого, ну как вот это вообще получается. И вот этот вот первый день, я просто понимаю, что происходит с каждым в его полет. Он рассказывает, он думает, что он рассказывает про себя, а он про себя вообще ничего не говорит. Он думает о том, что он думает, какой он есть. И я просто понимаю, как нужно вытащить то, чтобы он не пошел в отрицание, а как вот туда вот вывести себя, направить его на себя. Кстати, это самая большая проблема, как мне кажется, по ходу к психологу. Потому что человек приходит на вербальный уровень, вытаскивает ту проблему, насколько он ее осознает. А уровень честности и осознанности никакой, поэтому он приходит, вытаскивает вранье, психолог ему на это вранье что-то говорит. И вот они, я не говорю, что всегда и все, но я так подозреваю, что часто это происходит диалог, в общении о том, о чем реально у человека проблема есть. Ну и мне кажется, из такого вот опыта, который широко распространен и рождается, что это неэффективно, по ходу к психологу неэффективно. Потому что мне кажется, человек не способен рефлексировать и вытащить эту правду, ну в среднестатистическом. Потому что он сам в себе этого не видит, как он может по-другому вытянуть? Ну бывает и по-другому, я хочу сказать. Когда ты приходишь и разговариваешь с человеком, понимаешь, что в принципе ты все это уже знаешь, что-то заветут вот. А ничего нового и нет? Да. Да, просто ты же приходишь не то, чтобы новое что-то познать. Нет ни нового, ни старого. Есть просто факт. И то, что нет для тебя ничего нового, дело не в том, что ты теперь что-то новое скажешь, а дело в том, что придет твое осознание к этому или нет. Схватишь ты этот момент или нет. Я могу сказать, что каждому человеку, я сейчас могу точно сказать, что перепрошить на самого себя, я могу абсолютно любого человека. Просто нужно понимать, какой человек как в себе закрылся, сколько на него нужно времени и какого. То есть где-то могу в общем пространстве, где-то могу индивидуально, где-то через, если ты рядом с всеми человеком, это меня вообще никак. Вот меня все вот так и так, и меня никак. Я знаю точно, что я его все равно приведу к себе, например, там через темную комнату. Это без вариантов, потому что я становлюсь им, но я становлюсь им честным, каким он не может быть. И когда я становлюсь им честным, он не может не принять свою честность через меня. Это невозможно. Не было случаев, когда мы понимали, что он был не готов и вообще зря это все. На ретриты у меня было несколько раз, но они уезжали с ретрита сразу же. На второй-третий день они уезжали. Так кто уезжал? Ну, по каким-то причинам люди уезжали. Что-то у них типа случалось, они уезжали. Не готовы были. Да, в принципе, кто не знает. Да. То есть чтобы не навредить, да, что хотели как лучше, а человек просто... Не временно. Ну, я... Я некоторых, например, на марафон некоторых не беру. Людей убираю с марафона. Сама видишь, что... На ретриты. Да, я тоже не всех беру, потому что я вижу... Мне не нравится с ним разговаривать. Я просто понимаю, что я могу сказать, вот этот и вот этот вот отвалится. Все. Поэтому, например, мне администратор говорит, так, сколько там на ретрит будет, сколько вот этих, сколько... Я говорю, ну, скорее всего, вот эти вот двое отвалятся. Так и получается. То с визами не получилось, то там с билетами не получилось, то еще с чем-то не получилось, то это сразу же считывается с поля. Либо есть люди, которые говорят, вот я поеду, я поеду. Я говорю, не надо. Не рюкайся. Не поедете. То есть получается, что они своей неготовностью делают так, что как бы пространство им там закрывает покапку в эту сторону. А есть какие-то рекомендации для тех, кто еще, собственно, не такой просветленный, вот чтобы поменьше вот этих вот создавать, морщить пространство? Просто через честность. Это единственный критерий. Единственный. Других не существует. Через честность. А если ты не можешь пока понять, но ты как бы, ну, ты готов... Да всегда можешь, просто ты не хочешь. Ну, возьми себе проводника. Возьми того, кто тебе резонирует, где ты понимаешь, что через него... И он скажет те слова, которые ты как бы, ну, хочешь, не хочешь, ты его туда выставишь. Понятно. Я могу сказать, что вот это однозначно, что все, кто едут на ретрит, если они остаются на все дни, ну, как правило, это все два, они не могут вернуться такими же. Ни один не вернулся такими же человеками. Все, у него полностью, полностью переформатируется вся его жизнь. Через себя. Он не может этот мир смотреть так же, как смотрел его. Никогда уже больше не поможет. А как потом он начнет в того пилка? Это же... Если ты один, это одна история. А когда семья, это, мне кажется, там уже еще свои какие-то... Ну, это здорово. Если ты пойдешь, если через осознание, через право, то семья никогда не пострадает. Она не пострадает. Только ты должен понимать по-честному, тебе эта семья нужна, потому что ты в ней кайфуешь или потому что это социум. И тебе как бы надо. Ну, вот я с мужем, потому что, ну, вот как бы у нас же дети, у нас же быт, у нас же это. Да, ипотека. Да. То это же не про тебя. Это же по-честному. И ты тогда по-честному должен понимать, либо ты в этом живешь и по-честному знаешь, что ты не твой человек, но ты в этом продолжаешь жить, потому что тебе это удобно. Либо ты по-честному говоришь, нам было с тобой хорошо, у меня просто с тобой были великолепные моменты, но давай пойдем дальше. Ты со своим, и я со своим. Все. И это тоже будет по-честному. А когда ты говоришь, что нет, я вот, я вот уже рожаю 28-го ребенка, у меня там не осталось ни одного зуба, там один глаз дергается, и то дергается только лишь потому, что геморрой уже тяжелый, его натягивают на глаз очень тяжело, но я вот так вот люблю детей, как будто нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова